Итоги недели подведем сегодня вместе в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Всю неделю в крае стояла аномальная жара, местами она сменялась ливнями и грозами. Сегодня столбики термометра все еще находятся на отметке выше 30 градусов. Медики в очередной раз предупреждают, что в жару находиться на улице без вреда для здоровья можно не больше двух часов, детям час. Рекомендуют пить много воды и надевать головной убор. А в Барнауле в связи с жарой усилили полив дорожного покрытия, чтобы предотвратить его размягчение и повреждение колесами автомобилей. Также усиленно поливают и зеленые насаждения. А теперь к транспортной теме. Возможно, кто-то из вас уже успел прокатиться на новых больших автобусах. Горожане давно просили автопарк обновить. И вот три новых автобуса в Барнауле появились. Два в среду вышли на 35 маршрут. Так, какими способностями обладают новые машины? Намного ли они комфортнее, чем старые? И какие меры поддержки оказывают перевозчикам в сюжете Юлии Щепиной? Вот такие новенькие автобусы китайской марки «Ютонг» вышли сегодня на линию в Барнауле. Они пополнили автопарк перевозчика маршрутов общественного транспорта номер 35 и 53. Перед выходом в первый рейс замглавы города Антон Шеломенцев посетил предприятие и оценил новую технику. Вообще качество сборки хорошее. Прям замечательно. Автопарк предприятия составляет в основном автобусы 90-х годов выпуска прошлого столетия. Эти же три, абсолютно новые, 23-го года выпуска и без пробега, имеют достойные технические характеристики. Основные отличия, наверное, это уже технический ноу-хау. Здесь предусмотрено наличие камеры заднего хода для удобства, для безопасности движения задним ходом водителей, видеонаблюдения в салоне. Имеются такие вещи, как система автоматического пожаротушения моторного отсека, ну, при, скажем так, возможном возгорании или каких-то моментах. В летний период не зажарится, поможет форточка на каждом стекле, а зимой согреют сразу семь отопителей. Автобус рассчитан на 85 мест, из них 29 посадочных, в том числе для маломобильных граждан. По словам перевозчика, уже прорабатываются планы по приобретению еще нескольких новых автобусов. На эти потратили порядка 45 миллионов рублей. Конечно, красивый, во-первых. Во-вторых, окна открываются, света больше, да. Ну, конечно, чисто такой красивый. Сиденья как? Сиденья удобные, есть поручни, за что взяться. Мне понравился автобус, комфортабельный, уютный и мягко идет. И самое главное, прохладный. Последний раз автобусы большой вместимости обновляли порядка 10 лет назад, подчеркивает Антон Шеломенцев. Для транспортной отрасли это важный аспект, так как вместимость и комфортабельность таких автобусов значительно выше. Этот год, в принципе, для Барнула в транспортной сфере достаточно позитивный. Напомню, по решению губернатора Интера Петровича Томенко, Барнула получит 10 новых трамваев. Часть из них уже на базе ГЭТ, проходит необходимые процедуры. Получили три новых сейчас автобуса. Планируется еще обновление в этом году. И так, год за годом, поэтапно, качество в сфере обслуживания будет улучшаться. Администрация также оказывает поддержку перевозчикам. Так, последние два года на эти цели из городского бюджета дополнительно выделяется порядка 100 миллионов ежегодно. Юлия Щепина, день с толком. Горизонтальные связи – то, что сейчас необходимо промышленной отрасли Сибири. Так подумали в Алтайском союзе промышленников и позвали коллег из таких же объединений на Первый Сибирский форум, чтобы обсудить, как вместе решать общие проблемы. Принимающей площадкой стал завод прецизионных изделий. В прошлом году мы добавили 82% объем. Это в условиях перехода, обрезания и так далее. В этом году пока идем порядка 40 с лишним процентов. Плюсом в прошлом году. А надо больше. Есть очень большие потребности в кооперации, взаимодействии. Потому что где гособоронзаказ, там в три смены работы и не справляются предприятия. Есть предприятия, которые немножко потеряли выпуски в связи с санкциями, так сказать, и так далее. И вот наша задача, действительно, объединившись, наладить взаимодействие так, чтобы все двигались вперед. И в таком положении все предприятия региона. Выпускать больше диктует рынок – гражданский и оборонный. Заместить весь импорт, который впервые в Россию, ну сами посудите, это же огромная работа. Плюс военные все заказы надо поднимать. То, что 30 лет не делали практически. И все это на фоне поиска поставщиков комплектующих, новых кадров, финансовой помощи и более глубоких проблем. Так, Омска область – единственная в Сибири, входит в 20-ку промразвитых субъектов страны. В ней функционируют 3100 промпредприятий. При этом сфере не достает денег на развитие. Парадокс. Чем больше ты производишь и выпускаешь продукцию из этой страны, это не означает, что ты будешь жить лучше. Но я могу провести пример. За прошлый год мы перечислили налогов во все бюджеты города Омска на 240 миллиардов рублей. А досталось городу Омск 10 миллиардов. Это в два раза меньше, чем в Новосибирске. Так что на форум возлагают большие надежды решать проблемы и продвигать решения за счет взаимовыгодного партнерства. Только КамАЗ 80 тысяч штук заявляет, что ему потребность надо, потому что иностранные у нас поставщики все ушли, у нас сейчас нет. Он единственный производитель этих топливных систем для дизельных двигателей. И вот для КамАЗа надо их 80 тысяч штук в год сделать. Он сейчас сегодня делает 15. Вот он бы мог больше сделать. Он обратился, он говорит, давайте соберем, посмотрим. Может быть, что-то на аутсорсинг я отдам. В экономическом плане мы даже можем выиграть с учетом сокращения времени взаимодействия, сокращения логистики. Главное, чтобы мы были полезны друг к другу. Вот в чем задача сегодняшней встречи. С тем, чтобы мы нашли контрагентов новых друг к другу, с тем, чтобы мы нашли новые формы взаимодействия. В рамках форума делегаты познакомились с алтайским производством и Барнаулом. Гости пока не спеша делиться планами. Сейчас их задача – выработать стратегию совместной работы и мыслить уже в рамках Сибири. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком. Около полугода назад возобновил работу Координационный совет Союза промышленников и предпринимателей России. Это, по мнению представителей региональных отделений Союза, тоже играет немаловажную роль в развитии партнерских связей субъектов. И хотя гости признают, что проблем немало, все же предпринимательский взгляд позволяет смотреть на происходящее позитивно и видеть новые возможности в сложившейся ситуации для всего промышленного сектора. Бизнес – он на то и бизнес. Предприятие где-то находит замену в Китае, где-то изготавливают сами эти изделия, где-то везут длинными путями с тех же европейских стран, чего же тут, как говорится, скрывать. Но самое главное, что предприятия работают. А общих задач очень много. Это и финансирование, и государственная поддержка, и конкуренция добросовестная. То есть очень много задач, которые мы обсуждаем. У нас сегодня есть задача, которая поставлена нам руководством страны. Это обеспечить технологический суверенитет Российской Федерации. И на эту задачу как раз направлены все усилия. А это значит, что нужно развивать те предприятия, которые уже есть, сегодня существуют, и делать их технологии более современными. То есть такими, например, как здесь, на Алтайском заводе председанных изделий. Это современнейшее предприятие, которое заткнет за пояс многие европейские, так сказать, серьезные бренды. А с другой стороны, должны появиться новые предприятия, современные, которые будут выпускать ту продукцию, которая нам сегодня отказывают. То есть это шанс, я бы так сказал. А наша задача общественных деловых объединений – это помогать реализовывать эти возможности. Да, мы все в одной примерно какой-то зоне живем, но мы все регионы разные. Где-то больше сырьевой сектор развит, где-то больше обрабатывающая промышленность, где-то аграрный сектор, так сказать, в передовиках. Поэтому мы, в первую очередь, просто должны знать, кто что делает у нас в регионе. Дальше мы должны наладить взаимодействие. То есть не конкурировать, отнимая ресурсы и у себя, и у товарищей, и соседей наших добрых, а наоборот взаимодействовать. Искать перспективные и востребованные направления для развития долго не нужно. Вот уже полтора года российская промышленность живет в суровой реальности, в которой некоторые детали, элементы, комплектующие в нашей стране, просто не производятся. Очень много, очень много можно перечислять. Это, ну, в первую очередь, электроника, в том числе промышленная электроника, да, компоненты электронные, то есть чего у нас сегодня нет, и это то, что не сделаешь вот так вот быстро, это очень серьезное предприятие, да. Вот, ну, а дальше любые запчасти, какие-то изделия, которые у нас просто там по какой-то причине либо не производились, либо перестали производиться. Что тут говорить у нас? Ну, вот представьте, тормозной диск на любой машине легковой, это сегодня импортная деталь, либо из Европы, либо из Китая, то есть, или из Австралии даже. А у нас нет производства. Примерно так. Оборонная промышленность, которая сейчас нарастила объемы производства вдвое, тоже сталкивается с проблемой дефицита кадров или оборудования. И в этом плане сотрудничество субъектов, которое может перерасти в межрегиональные контракты промышленного аутсорсинга, поможет всем сторонам. Однако в целом, по мнению производственников, Алтайский край непреднамеренно оказался в выгодном положении. У нас ни в пандемии, ни сейчас СВО, у нас ниже 100% индекс промышленного производства не было, мы с года в год растем. Поэтому, я думаю, что в большей степени структура соответствует, потому что у нас добычи полезных ископаемых практически нет, у нас 83% от обрабатывающей производства, поэтому оно работает более устойчиво и имеет постоянные заказы. И самое главное, что мы основную продукцию 95% поставляем на внутренний рынок. С экспортом проблемы большие, вы знаете, очень сильный упал экспорт в этом году, поэтому вот у нас ряд обстоятельств, которые, может быть, если раньше мы рассматривали как их немножко отрицательные, то на сегодня они у нас сыграли в плюс, наоборот. И это помогает нам, вот эта структура. 35% у нас в объеме производства занимает перерабатывающая пищевая промышленность. Это здорово, она всегда востребовалась есть. Поэтому и сегодня у нас, мы за 5 месяцев показываем устойчивый рост, 106,7% у нас индекс промышленного производства. И дальше мы смотрим, прогнозируем, что он будет еще расти к концу года, потому что объемы увеличиваются, заказы увеличиваются именно по нашему направлению. К другой теме поражают молниеносные, приводят к летальному исходу главной опасности тяжелой формы менингита. После вспышки менингококковой инфекции в Екатеринбурге, где болезнь диагностировали 15 жителям, россиян волнует вопрос профилактики этого заболевания. Специалисты Алтайского края сообщили, что в нашем регионе ежегодно регистрируются случаи менингита, но они не носят массовый характер. Так есть ли угроза распространения инфекции и стоит ли поставить вакцину, узнавала Валентина Аскерова. Пока во всем мире бушевал коронавирус, большинство опасных инфекций сделали шаг назад. Но как только ковид сдал позиции, заболевания вновь дали о себе знать, в частности менингит. Так, на прошлой неделе в Екатеринбурге на складе одного из маркетплейсов произошла вспышка менингококковой инфекции. Всего в городе заболели 15 человек. Двоих спасти не удалось. Из-за вспышки жители некоторых регионов, в частности Красноярского края, сейчас отказываются от онлайн-покупок в интернет-магазинах, а зря. Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем от человека к человеку, и то при длительном контакте. Это закрытые коллективы, например, общежития, ну, так скажем, с длительным постоянным пребыванием людей, казармы, оздоровительные учреждения с круглосуточным пребыванием. Человек, ну, предположим, даже, да, который при чихании, при кашле выделяет менингококка на посылку или какой-то другой предмет, да, предмет проехал через половину страны, пролетел в самолете при отрицательных температурах, да, и потом попал непосредственно получательно, но он абсолютно безопасен в отношении возбудителя менингового инфекции. Врачи отмечают, что болезнь протекает в разных формах, более легкой, бессимптомной и тяжелой. В виде насморка, воспаления легких, менингита. Самая страшная форма – менингококковый сепсис, когда бактерия попадает в кровь. В практике видим, что чаще такие формы гиперлогического течения развиваются и возникают у людей молодых, крепких, здоровых, знаете, те, которые, ну, как-то даже и не жаловались раньше на частые простудные заболевания. Вот дети, у которых, да, ну, в таком, скажем, возрасте еще не состоявшейся иммунной системы, тоже, кстати, в группе риска. В Алтайском крае ежегодно регистрируются случаи заболевания. В доковидный период фиксировали от 8 до 12. Случаются и летальные исходы, но они единичные. Способы защиты, укрепления иммунитета, ношения масок, вакцинация. Прививка, конечно, не входит в обязательный календарь, но, возможно, при эпид-показаниях. Прививают по эпид-показаниям контактных, здоровых контактных. Ну и также существует, как при любой инфекции, группы риска, которые подлежат в обязательном порядке вакцинации. Это, в первую очередь, у нас военнослужащие, то есть призывники, которые призываются на военную службу. Это медицинские работники, которые работают в инфекционных стационарах. Это работники социальных учреждений, детских домов, домов, интернатов. Ну и те, которые выезжают в какие-то эндемичные территории. Инфекционисты отмечают, что вспышка менингита происходит раз в 10-14 лет. У одного из 10 заболевших, как правило, заболевание протекает в острой форме. Самая главная опасность инфекции в том, что она стремительно развивается. Пациент сгорает на глазах. Поэтому при первых симптомах, казалось бы, обычной простуды, першений в горле, заложенности носа, головной боли, незамедлительно обращайтесь к медикам. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. На этой неделе в Барнауле показали, как идет реконструкция филиала городской поликлиники номер один. Это одна из старейших больниц Барнаула. Здание построено еще в послевоенные годы. При этом больницу решили не сносить, а именно реконструировать. Почему, расскажет Ирина Корчагина. Одна из старейших больниц Барнаула. Сегодня в филиале Барнаульской поликлиники номер один на улице Аванесова проводят аварийно-восстановительные работы. Это здание построили еще в послевоенные годы. В 60-е оно перешло в систему здравоохранения. Долгое время больницу поддерживали своими силами. И все же здание признали аварийным. При этом было решено не сносить его, а реконструировать. Справа от нас находится Нагорная галерея, которая является памятником архитектуры города Барнаула. И поэтому строительство даже небольшого объема здания здесь не было бы разрешено. Поэтому мы занимаемся реконструкцией и восстановительными работами. В феврале здесь прекратился прием пациентов, а в марте приступили к работам. На реконструкцию больницы из краевого бюджета выделено 28 миллионов рублей. Еще 108 миллионов на капитальный ремонт. Все здание мы одеваем, скажем так, в металл, рубашку, в тиски и наносим бетонный раствор. Усиление фундаментов будет произведено еще. То есть здание будет надежно стоять. Были проблемные места, но мы уже подлечили, скажем так, это здание. Сегодня к больнице прикреплено 16 тысяч пациентов. Сейчас они обслуживаются в других филиалах и уже с нетерпением ждут открытия своей поликлиники. Тут не только я, тут все старички и старушки тут ходят толпами посмотреть, когда это все будет и интересуются. Поэтому нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы ее, ну, скажем так, достроили в кратчайшие сроки. Пока работы идут по графику. В сентябре должен завершиться аварийно-восстановительный этап, а далее начнется капитальный ремонт. Его планируют закончить весной следующего года. Результаты этой работы, по словам подрядчика, пациенты будут видеть следующие 50 лет. Ирина Корчагина, Данил Кузнецов. День с толком. В Алтайском крае прошло первое заседание нового восьмого состава общественной палаты. Она пополнилась 18 новыми людьми. Но глава не сменился. Председателем палаты вновь избрали Юрия Шамкова. Напомним, что общественная палата края – проводник между жителями региона и органами государственной власти. Ее задача – представлять интересы и отстаивать права людей. В состав палаты входят представители местных общественных объединений, предприниматели, врачи, ученые и педагоги, деятели культуры и спорта, общественники. А с 2020 года палату наделили правом законодательной инициативы. И ей удалось реализовать уже три законопроекта. В этом году увеличилась и сама структура комиссии с 8 до 11. К примеру, появилась комиссия по вопросам демографии, защите семьи, по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения. Для аграрного края посчитали нужным выделить комиссию по развитию территорий, АПК и охране окружающей среды, а также по вопросам безопасности и поддержки ветеранов. На заседании обсудили планы на ближайшие годы, уделили внимание вопросам здравоохранения, социальной защищенности жителей края, защиты прав предпринимателей и доступной инфраструктуры для граждан. На вот эти ближайшие три года мы как-то более активно будем себя проявлять, с точки зрения законодательных инициатив. И вот одна из которых, на праж, с которой мы уже занимались, как раз по зеленым зонам, паркам, пляжам и так далее. Да, вот это вот. Дальше мы хотим больше внимания уделять общественному контролю. В Барнауле продолжается многострадальная история с Коршуном, который атакует жителей дома на Малахова, 79. Мы несколько раз выслушали мнение людей из близлежащих домов. Свою позицию по вопросу высказал орнитолог. Ситуацию прокомментировали и в Министерстве природы. Напомним, семья Коршунов сейчас воспитывает потомство во дворе жилого дома. Одна из птиц часто нападает на людей. Из-за этого жители уже перестали гулять на придомовой территории, а также вынуждены надевать капюшон и укрываться под зонтами. Местные обращались в администрацию Ленинского района, но там заявили, что атака Коршуна не относится к их компетенции. Такой же позиции придерживается и в Министерстве природы Алтайского края. Несколько недель назад сотрудники ведомства хотели помочь людям и отдать птенцов в питомник, но за пернатых заступились жители соседней пятиэтажки, которые не страдают от напада Коршуна, их двор выходит на другую сторону. Сейчас птенцы уже все, они уже взрослеют. И гнездо они все покинут. Я думаю, трогать его сейчас не нужно. Они сейчас на крыло встанут уже. Сейчас их забирать мы уже не сможем забрать. Мы могли их забрать на момент, когда вот первый раз там попытка была, подъезжали, когда их можно было еще в руки взять. Но теперь-то они уже птенцы крупные достаточно. Но, по крайней мере, специалисты в прошлый раз убедились, что в гнезде действительно есть птенцы. По их подсчетам, птицы уже вот-вот должны встать на крыло. Как только пернатые отправятся в самостоятельную жизнь, Коршун перестанет терроризировать двор. А вот уже осенью, когда там никого не будет, говорят орнитологи, гнездо нужно убрать, чтобы Коршуны не вернулись туда в следующем году. Также специалисты считают, что теперь местная администрация должна собрать жителей двух домов, чтобы наконец-то договориться между собой. Что касается Министерства природы, которые пытались урегулировать конфликт, на ведомство написали жалобу в прокуратуру. Теперь сотрудники Министерства вынуждены объясняться, почему и зачем они вообще приезжали на адрес. В Барнауле продолжается плановое благоустройство парков по нацпроекту «Жилье и городская среда». Так, в Изумрудном уже приобретает облик будущий амфитеатр. В Центральном скоро запустят обновленный фонтан, а в Юбилейном завершат этап основного благоустройства. В ближайшее время планируют создать и проект обновления будущего парка имени Ленина. Какие еще обновления на радость горожанам появятся в парках и все ли работы идут по графику? Узнаем далее. Глобально этим летом меняется Центральный парк. Там уже выложили пешеходные дорожки, провели проводку для освещения и смонтировали каркас беседки возле фонтана. Ход строительства оценил заместитель главы администрации города Антон Шаломенцев. Завершается и реконструкция главной изюминки парка – фонтана. Запустить его в тестовом режиме планируют в августе. Далее – уличная отделка и освещение. Работы идут с опережением, рассказывает подрядчик. Поэтому сдать обновленный парк получится уже в сентябре. Особую пышность этим летом приобретает изумрудный. Большую часть его объемных работ завершат в августе. Так реставрируют центральный вход с колоннадами, стараясь сохранить исторический облик ворот. Из современного добавили ограждения со встроенными сидениями. А в гуще парка из фундамента уже залита сцена. И зрительские места – это каркас строящегося амфитеатра. Из финальных штрихов здесь также доделывают пешеходные дорожки. Готовность мы ожидаем к середине августа. И уже процент выполнения нам говорит о том, что никаких проблем с этим не будет. Работы здесь в основном связаны, конечно, с плиточным покрытием, с устройством дорожек. Есть такие работы, которые более капитального характера. Например, амфитеатр. Под нему было серьезное сооружение, стальные каркасы, фундаменты. Все это будет обшито в единую стилистику с парком деревом. И в дальнейшем будет использоваться всеми посетителями. Что касается парка «Юбилейный», Антон Шаламенцев сообщил, что в ближайшее время здесь приступят к асфальтированию велобеговой дорожки. Это более 70% от общего объема работ. Напомним, благоустраивают парки «Центральный юбилейный» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Также за счет средств краевого и городского бюджетов продолжают благоустраивать парк «Изумрудный». На все парки в этом году выделено более 350 миллионов рублей. Татьяна Голубева, День Столка. Уже во вторник стартуют «Шукшинские дни» на Алтае. К нам вновь слетятся и съедутся известные писатели, поэты, актеры. Традиционный фестиваль продлится до 22 июля. Каждый год в программе «Шукшинские дни» появляется что-то новое. Что именно организаторы готовят в этом году? Не только об этом мы говорили накануне с министром культуры края Еленой Безруковой. Ну а начали разговор с того, чем нынешний фестиваль будет отличаться от предыдущих. Что нового придумали организаторы? Так или иначе, мы каждый год обращаем внимание, у каких событий в рамках фестиваля, юбилейной даты. На это делаем акцент. В этом году 25 лет Шукшинскому кинофестивалю. Напомню, что он появился не сразу. «Шукшинские дни» 47-й, фестиваль кино 25-й. И поэтому программа кинофестиваля в этом году насыщенная как никогда. Во-первых, у нас появилось несколько дополнительных направлений. Документальное кино, специальная программа снята в Сибири, которая включает 7 фильмов, отобранных на основании тех заявок, которые к нам пришли. И они тоже будут показываться на нескольких площадках Алтайского края. Потом у нас есть специальные отдельные показы. Например, в «Виске» мы показываем фильм «Быть молодым». Федора Малышева – это проблематика. Молодые люди, подростки в Москве и на Донбассе. Интервью с ними. Вот как они по-разному мысли. Это документальное кино. И всего у нас 40 фильмов будет показано в рамках Шукшинского кинофестиваля. Это для зрителей. Раз уж начали мы кинофестивали, то, наверное, спрошу, сколько фильмов художественных будет в этом году. И где зрители могут эти фильмы посмотреть, в каких кинотеатрах? Мне сложно будет вот так разделить, потому что у нас есть художественные в полном метре и в коротком метре. В полном метре это 10 лент. У нас есть несколько афиш. Все фильмы, их 40, еще расскажу, невозможно поместить в одну афишу. Поэтому у нас есть одна афиша – полный метр, афиша – короткий метр, афиша – документальное кино. А в документальном кино тоже 5 фильмов – это полный метр, 5 фильмов – это короткий метр. Отдельная программа снята в Сибири. И в каждой этой афише мы можем увидеть место и время показа. Билеты на все показы распространяются бесплатно, а на некоторые площадки либо свободный вход, либо мы просто показываем на улице, как, например, два вечера возле театра драмы 18 и 19 числа. Работает экран, и мы показываем сначала короткий метр в первый день, а во второй день мы показываем «Снято в Сибири». Поэтому можно просто прийти, сесть на лавочку и посмотреть эти фильмы. И даже на полный метр то, что показывается в кинотеатрах, билеты выгружаются в кассах кинотеатров. Но это пригласительные билеты, бесплатные, которые просто регулируют количество людей, которые могут войти в зал, потому что он вмещает ограниченные билеты. Билеты на сегодняшний день еще есть, но они разлетаются, как горячие пирожки. А какие кинотеатры? Кинотеатры. Фильм «Открытие» у нас будет показываться в кинотеатре «Мир». И еще некоторые показы будут там. Кинотеатр «Пионер» с нами традиционно работает. Кинотеатр «Премьера» в Бийске – это традиционный кинотеатр «Киномир. Воскресенье». Ну и на ряде территорий используется не всегда кинотеатр. Например, в Олейске, в Рубцовске, в Рубцовске используется библиотека, виртуальный концертный зал. В общем, те площадки, которые удобны для того, чтобы просматривать фильмы. Кто в этом году будет, если можно так сказать, это обычно говорится применительно к концертам, кто хедлайнеры нынешнего фестиваля? То есть кто приедет, какие звезды, в том числе не только актеры, но и писатели? Да, у нас есть некоторое количество людей, которым называем почетные гости. Не все из них связаны с фильмами. Это просто люди, которые украсят своим творчеством и своим присутствием кинофестиваль. Узнаваемый, известный, любимый. Это Ирина Петровна Купченко. Она не только будет участвовать в открытии и закрытии, но и даст два творческих вечера в Барнауле и в Бийске. В драматическом театре имени Шукшина и в Бийском драматическом театре. Это Ольга Евгеньевна Прокофьева, народная артистка. Ее творческий вечер будет в Государственной филармонии. На следующий день после дня открытия в Барнауле заслуженная артистка Полина Агуреева. Ее творческий вечер будет в Бийском драматическом театре. И на пикете тоже она выступит. Это поющая актриса. Некоторые ее так и знают. Кто-то знает, как звезду сериала «Ликвидация». Поэтому она будет два дня у нас работать. Борис Галкин, как раз тот достаточно известный артист, который представит фильм, в котором он играет одну из главных ролей. А это фильм «Открытие фестиваля». Он называется «У самого белого моря» про мальчика, сироту, который проходит жизненные препятствия. Ну и закаляет характер тем самым. Потому что все фильмы в наших афишах, они так или иначе связаны с какими-то сложностями, препятствиями, выживанием драмственным, движением к какому-то выбору, добра, светом. Обычно, мне кажется, на многих кинофестивалях такие фильмы приветствуются. Да, у нас не коммерческое кино, не такое, которое направлено на развлечение, провести приятное время за попкорном. А так, чтобы все-таки душу немножко затронуть, дать пищу для ума. Поэтому в конкурс фильмы выбираются с таким прицелом. Ну вот. А писатели? Писатели тоже мы анонсируем, в том числе на наших ресурсах «Шукшинские дни на Алтае», «Краевая библиотека» Шишкова. Литературная афиша тоже сделана отдельно, потому что у нас много писательских встреч, и все их не перечислишь коротко. Ну, такие парочки, да, известные. Поэтов, ну, знаете, вот, наверное, если бы я формулировала, наверное, там, 10 или 20 самых известных и самых больших поэтов России на сегодня, то туда обязательно бы вошла Светлана Кекова. Мы ее года три ждали, у нее не получалось, и вот она приедет. В том числе, например, именно ей мы даем слово в Театре драмы, обычно выступает на открытии кинофестиваля один писатель. Целая плеяда, больше как-то поэты представлены у нас в этом году. Елена Лапшина, Михаил Ливантовский, они, это люди разных возрастов. Ну, есть те люди, которые, например, одновременно являются и писателями, и учеными. Вот из таковых у нас был когда-то, помните, Варламов, который книгу о Шукшине писал. А в этом году, например, Владимир Евстратов, который профессор, шукшиновед, прозаик, в том числе он будет участником не только мероприятий и в Шишковке, я думаю, это будет познавательно, но и будет принимать участие в «Круглом столе» по творчеству Шукшина, где в том числе принимать участие будет Екатерина Васильевна Шукшина, старшая дочь Василия Макаровича приезжает к нам в этот раз. Она была очень давно, много лет не была, и вот в этот раз приглашена она. И будет принимать участие во многих мероприятиях всю Шукшинскую неделю. Традиционно у нас программа фестиваля стартует вот с памятника Василия Макаровича Шукшина. Да, первая точка. Вменьше ничего в этом смысле не поменяется. Нет, мы эту традицию сохраняем, потому что все публичные, уличные мероприятия мы можем проводить. И, конечно, уличный формат, где люди могут прийти свободно. Взять автограф. Взять автограф при необходимости. Ну, он такой, любимый людьми, поэтому мы его оставляем. Первая точка – это памятник Шукшину, город Барнаул, улица Юрина. Последняя заключительная точка – это гора Пикет, художественно-публицистическая программа, на которой мы не только слушаем наших гостей, поем песни, но и узнаем именно так, кто же становится победителем Шукшинского фестиваля в разных направлениях. И завершит программу, концерт Николая Емелина, которая, наверное, самая известная его песня «Моя Родина, Сибирь» входит в репертуар практически всех сибирских коллективов. С Ростки мы уже сказали, что это все-таки самый пик фестиваля традиционно. Это у нас там какое, 21-е, 22-е, суббота. Жители края, естественно, об этом знают, многие туда приезжают. Вот если бы там гости из другого региона какие-то у вас спросили, почему им нужно приехать в С Ростки, вот что бы вы им ответили? Ну, С Ростки в последний день фестиваля – это, конечно, эпицентр праздника. В это время центральная улица села и основные площадки, а это стадион, это усадьбы самих музеев превращаются в такие фестивальные площадки, на которых все время что-то происходит. В целом стадион теперь та площадка, на которую уходит вся торговля не на базарщике, а внутри села С Ростки, поэтому если вы хотите передохнуть, перекусить, и даже в пикниковом формате, то это можно сделать на стадионе. Новая площадка печки-лавочки интерактивная, где мастера будут расписывать лавочки, а потом они останутся в С Ростках. Конечно, на усадьбах музеев будет что-то происходить, и новые выставки в самих музеях. В Шукшинском музее – это выставка, связанная с именем Распутина из Иркутского музея. И в здании фонда хранилища, где у нас конференц-зал, откроется мероприятие, называется оно «Они скотуни», в том числе, если кто-то хочет, например, увидеть дочь Шукшина и хочет спросить, где же можно послушать, познакомиться, то именно там «Они скотуни» она будет принимать участие в С Ростках. Ну и, конечно, потом мы поднимаемся на пикет, где и продукты питания, и сувенирная продукция будет представлена, если кому-то что-то захочется увести на память о С Ростках. Ну и, конечно, основная программа, которая в том числе будет транслироваться на большие экраны, чтобы те, кто сидит неблизко к сцене, могли ее смотреть, слушать. Обычно сколько людей собирается? Вот считали? Ну, всех не пересчитаешь, конечно. Ну, конечно, это тысячи. От многих факторов зависит дождь, погода, жарко. Но у нас нет, знаете, это, как говорится, не рок-концерт, где мы считаем просто вот в одной локации количество людей, и только этому и радуемся. Представьте, 60 мероприятий в течение недели на разных точках Алтайского края. У нас все-таки задача не массовка, а содержание. И вот на этом мы стоим и стараемся, чтобы в этом обилии мероприятий, людей, сложных графиков, у людей была возможность почувствовать атмосферу, живое слово, настоящее кино и чем-то хорошим напитаться. Главное, чтобы погода была хорошая. Обещаю, жарко. Да. Ну и все, спасибо. А на этом у меня все. Если у вас есть интересная или актуальная тема, звоните в редакцию по телефону 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании Валар. Мира и добра всем и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok